сейчас друзья вы поймете к чему это снимаю смотрим прогноз погоды 19 до 24 часов 10 метров в секунду северо-западный осадков нет 7 градусов короче погода идеальная сейчас даже пойдем с анимометром померяем сколько у нас там метров в секунду это нормально ситуация какая 18 числа мы в общем здесь стоим и проблема была с погодными условиями там порывы до 20 метров секунды были дождь сейчас ситуация изменилась то есть вот прогноз конкретно 19 часов это единственное окно у нас вот за эти дни такой когда мы можем выгрузиться до 0 часов даже больше 17 часов вообще принципе такая погода дождя нет в общем созваниваемся с сервером сервер говорит звоните в терминал звоним терминал терминале говорят мы добро не даем врач светлопова увидите говорит туча идет мастер короче ну блин тучи дак сейчас без точно никак время то уже ну фактически зима мы ничего поделать не можем у нас какие правила так мы с ними уже три дня это бывают окна какие-то небольшие пытаемся нам там работы грубо говоря на четыре часа чтобы выгрузить грудь это тарпалин так называемый да не знаю почему так называется но тем не менее из-за вот этой елды да которую я уже укладывал она работает вы можете посмотреть по ветру там создавалась сигнализация то есть ее засунули в трюм резко поднялся ветер типа она короче может заблокироваться это немецкое производство как они могли это не продумать стояла в этой елдарных в россии давно вы уже обманку поставили нахер вообще эту ошибку убрали и работали в шторме 20-30 метров в секунду тут норвегия и у меня по всему этому поводу складывается вопрос все таки вот этому терминалу да смотрите у него сколько больше много емкостей на нас тут тоже судно выгружалась и как вариант уже такое бывало не в этом порту конкретно в другом норвежском то есть не было места потом они признали сюда места нету извините все таки решили нас потом отправить дальше то есть взяли то есть два терминала два разных портах да они принадлежат одной компании езжайте везите его остатки эти туда то есть не ждите пока погода наладится никогда место освободится у нас еще да ну поехали дальше здесь же мы вот общаемся с капитаном я говорю что как вариант вот это он как бы не верит в это только предположение нельзя с уверенностью об этом говорить сейчас же ничего не мешает совершенно погода идеальная фактически да ветра нет сильного осадков нет все равно отказ жлите в моем перезвоним в 9 часов то есть нас останется три часа чтобы выгрузить и за этот период мы сможем на только половину 450 тонн это в лучшем случае они настроят еще вовремя 9 они позвонят пока настроиться будет 9 30 то есть и завтра мы опять стоим то есть вот такая палка в двух концах пишите комментарии по этому поводу а мы еще дополнительно к этому каждый день шифтуется сегодня на пол корпуса ехали вперед вчера ехали назад вот если посмотреть вот угол причала у нас нос вышел где-то примерно на 30 метров ветер как раз получается отжимной и достаточно небезопасно особенно если будет усиление ветра пока по прогнозу благо все хорошо двинулись потому что танкеру надо уже подсоединяться к другому коннектору чтобы скачивать топливо в общем нас прогнали и вот мы получается между двух огней тут получается топливный терминал там тоже какой-то не знаю это уже ответь они все разделены заборами там помимо того что концы то заводил даже видно забор там да то есть это совсем разные компании его там лазишь с этими концами переносишь постоянно чем это делаю я как бы трос у нас но я считаю что мне проще побегать по причалам ну и по спорту там позаниматься это тоже будет возможность завтра еще засниму как это все происходит вся эта движуха стоять конечно хорошо чем хорошо точнее херово стоять хорошо чем короче снова фраза правильно лучше херово стоять чем хорошо ходить да я согласен но когда уже реально доходит до такого абсурда задумываешься блин они наебывают тебя ну и всю эту компанию да судовладелец получает очень большие деньги вот сотрудничать с ними до порядка 30 40 процентов оборота всего заработка то есть ему с ними ругаться вообще не имеет смысла поэтому они как хотят так себя ведут то есть им выгоды от того что они нас быстро выгрузят совершенно никакой поэтому у вас туда стояли по две недели то есть мы и гембель в опасности до который я планирую на амстердам уже не получится то скорее всего только если в норвегии вот с этим вот в этом же порту когда мы сюда вернемся снова в середине наверное где говорят буду уже проситься здесь если же нет новый год опять буду встречать в море где же еще маяки все вот из таких терминалов где управляет какие-то непонятные люди со своими убеждениями должно быть все вот сегодня так вкратце пообщались с вами до скорых ее пока